Помолимся. И спаси, блажная душа наша. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви друг к другу, в согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, Елена Фауа, Вячеслав Ткачев и Татьяна Главкина подсоедините, пожалуйста. Если они не подсоединят, то кто сможет. Что сделать, я не понял. Фауа, подсоедините, если она здесь. Здесь Астахов Сергей, Дмитрий Юров, Вячеслав Ткачев, Татьяна Главкина. Каковы эти контакты есть. Все, уже пишут, что здесь. Снова программа, все так сложно. Итак, мы заканчиваем пособие для бесед по вере с людьми различных убеждений. И последняя тема. Сегодня у нас 8 февраля 2019 год. Категория людей, которые считают, что если бы все верили, то и я бы верил. Как разговаривать с такими людьми? Священное Писание осуждает жизнь за компанию, куда все туда и я. Перед Богом все будут на суде Божьем отвечать индивидуально. 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам должно явиться в предсудилище Христово, чтобы каждому, подчеркнуто, получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И Евангелие Таана 21.22 Иисус говорит ему, что тебе до того, ты иди за Мною. Люди, которые привыкли жить не думая, а куда течет общая мутная река жизни, туда они согласны подать свой голос. Это тип колхозного, стадного, марксиста-лениниста. Сегодня они со свечками в храмах, а завтра же готовы кричать «Хай, товарищ Антихрист!». Разве можно иметь уважение к такой жизни мусорной щепки в бурном потоке воды? Римлянам 14.12 Итак, «Каждая из нас за себя даст отчет Богу». Сирахов 16.3 «Лучше один праведник, нежели тысяча грешников». Матфея 25.22-24 стихи Подошел так же и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не расслышал». Пожалуйста, вопросы. Игнат Тихонович, заключение, то, что мы прошли, вопросов нету, но какое-то вот общее резюме подведите еще, чтобы понятно, что нужно все это воплощать в жизнь, чем вы и занимаетесь, даруя нам пример, на примере чата рулетки, может там практиковаться. Людей там очень много разных, люди разные, и Господь даровал такую возможность, не выходя из дома, 30-ти градусный мороз, благовествовать, чудо Божье. Пожалуйста, вам слово. Ну, то, что проходили, с кем как разговаривать, это только конструкция, она очень важная. Вот эти места писания, я не могу по-другому объяснять, только так, как сам опыт имею. Я не теоретик. Я знаю, выучит это место, и теперь проигрывай его. Как? Вот он говорит, этот человек, какие ходы. Беседа с такими людьми, это очень напоминает шахматную игру. Просчитывать надо на несколько ходов вперед. Он противоречит. А Бога никакого нет. Это должен знать, что говорит 13-й, 52-й псалом. Бога нет, сказал безумие в сердце своем. Почему он сказал так? Ты заранее, до встречи, все это должен обдумать. Потому что мы выходим на люди, это как на суд Божий. Задача-то какая? Не победить, а попытаться узнать, где место такое, куда можно везти войска, где пролом сделан. Видишь, в одном месте он дрогнул. У меня сегодня были беседы с этими в рулетке. И он показал, где он у него был. А потом дальше разговор пошел еще лучше. И в конце он уже готов принимать. Так что это очень серьезный материал, который мы прошли. А прошли-то мы, как говорится, махом отмахнули. А люром проскакали. В скач прошли. Вы как-нибудь, ну время свое так распределите с кем-то отдельно, когда мы вот закончим. Ну давай, я сегодня буду с тобой говорить. Изберитесь из рук какой, но заранее подготовьтесь. Вот давай будем говорить на этот стих. А ты как бы возражай. Это опыт. В Англии был он протестантом или баптист Чарльз Спирджин. Его называли король проповедников. Он начал с рабочих кварталов в Лондоне. И, наконец, охватил все. И он к каждой проповеди готовился. Ложки поставит. Ложки. И ложком начинает говорить проповедь. Ну вот, что ты ложком скажешь? Поставь ложку, которой в рот хлебаешь себе. Что ты скажешь? А он им говорит, вы только для себя тянете, только в свой рот кладете. Других не видите. Какое же ваше христианство? Надо жить так, чтобы было еще уделить нуждающимся. Так Павел говорит. А там под окном сидят, закусывают пьяницы трое. На троих сообразили-то. Ну двое-то так мимо пропустили. Один тогда обошел вокруг и зашел в дверь. И видит, он стоит перед ложками и говорит, они там под окном с той стороны выпивают на троих. Я такой рассказ слышал. И вполне это вероятно. А как это, почему? Житие святое Евдокии. 14 марта. Ну и работала, телом своим зарабатывала. Красными или желтыми фонарями. А стенка такая была, как сегодня. Все слышно. А на той стороне там монах проходил, ночевал в гостинице. А так на той стороне принимала клиентов. И монах считал Слово Божие. И считал громко. Он даже не знал, что его слышат. А зачем громко? Голос все время надо держать в форме. Вот у меня голосовые связки сейчас где-то просто простыл маленько. Я не знаю, кому удалось столько считать. Я просто пример говорю. Я насчитал примерно 50 аудио, которые стоят в интернете. Не считая сотни бесед. Две с полной тысячи часов у меня еще не опубликовано лежит архивные данные. Архивные, при том очень интересные. Это все надо поднимать. Кто займется этим? Я беру интервью отца Глеба Якунина. Они с Николаем Ашлеманом двое поднялись тогда против системы. Что все подчинили государству. Их обоих запретили. Наконец ему дались 7 лет. В якутские лагеря отправили. Мы освободились почти в одно время. Я у него беру интервью в Москве. 16 часов интервью. Вот тоже найдите в интернете, где интервью берется 16 часов. А оно у меня не опубликовано лежит. А отец Глеб, он был членом Государственной Думы в Москве. Политзаключенный. Имя очень известное. И мы с ним беседовали, такие важные вопросы обсуждали. Тоже надо просить, чтобы как-то раскубарилось. Раскрыть это все. И когда беседуешь так, никого нету. Никого нету, это трудно. Человек в шахматы играет сам с собой, как Алехин. Как Роберт Фишер. Он сам с собой играет. С той стороны так. Он сразу начинает с той стороны. Самый сильный ход ищет. Не подыгрывая. С этой стороны. Где? В каком моменте перелом начинается? Где Курская дуга будет? Оттуда уже все. Поперли немцы. Уже большие наступательные операции. Уже Гитлер даже не предпринимал. Только задержаться на прежних рубежах. Вот точно так и здесь. Какой пункт прошел, так на этом остановиться. Сразу до конца не надо, может быть, и доходить. С кем беседуешь? Главное, который стих здесь указан, или два-три стиха прочтили, или больше. Ты их бери и смотри, в каком месте вставить. И начинай тщательно разбирать. А человек скажет, да я не хочу отстать. Все. До свидания. Больше не надо. А если пожелай, два раза, два-три раза, а потом отступай. Иеретика после первого и второго разумления отпрощайся. Знаешь, что таковы, развратился и самоосужден. Самоосужден. Вот. Как я могу передать? Вот эти места писали. Я везде выискил, у баптистов, у адвентистов, как они беседуют с людьми. Перенимал этот опыт. Какой? Где я видел, что он бракованный, а где действительно это надо? Какие места писания? Главный ключ – это места писания. Это молот. Слово твое не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Не подобно ли огню, пожирающему все? Так говорит пророк Иеремия. И ты скажи, да, Господи, я в это верю, так буду делать, как ты говоришь. Он сказал слово одно. Мы не понимаем силы Слова Божия. Вот это надо усвоить себе. Мы считаем, заучим наизусть, а силы его не знаем. А как не знаем? Так спорит человек. Православный. Беседуем, а он прерывает баптист. Баптист приводит места. Я говорю, ты что делаешь-то? Так он баптист. Какой баптист он считает? Это апостол Павел, первый посланник к мессоноякистам. Где тут баптиста? Считает правильно, по синодальному переводу. Ну, нельзя же таким быть не то, что тупым, а прям совсем глупым. Если кто-то считает, Слово Божие, если есть возможность, сними головной убор. А женщина надень. В молитвенном состоянии Бог откроет тебе тайну, сокрытую в нем. Пример. Сатана, очень мудрый дух, как называет его Федор Михайлович Достоевский. Это мудрый дух. Он на небе был, херувим, осеняющий, рядом с Богом стоял. Поднял восстание. Теперь он свой опыт общения, прельщения. Третью часть ангелов сагитировал. Третью часть. А сколько всего ангелов? Может быть миллиард. Мы же не знаем. Ну, факт в том, что бесы, третья часть, были сброшены на землю. Их легион был в одном человеке. А что такое легион? Понимаете? Все это вопросы. Когда говорится тьма, две тьмы. Тьма – это 10 тысяч. Тьма – это не потемки. 10 тысяч. Легион – 100 тысяч. Но если это в римском измерении легионеры, когда были, то тут меньше. Там, может быть, две с половиной тысячи. Ну, так это в одном человеке было столько. А сколько бесноватых? Так сколько же их там бесов? Как они уместились-то? Легион именно. Легион. И бросились свиней. Сколько там свиней было? Две тысячи голуб. И все потонули. Все с ума сошли. Бойся потерять разум. Научитесь ежедневно с утра благодарить Господи. Благодарю Тебя за прошедшую ночь. Что жизнь нашу продлил. И разум сохранил. Я это прочитал в одной брошюре. В 62-м, наверное, году, когда я обратился к Богу. Там на латышском языке было. Брошюра латышская. Один пришел. Ну, там протестант, видимо, там. Учитель-то. И проповедовал в колонии. А потом в домах умалишенных. И когда, говорит, я говорил. Ко мне один подошел. Человек нормально мислит. Он говорит. Не смотрите, что я нормально говорю. У меня моментами бывает память полностью стерта. Нету. Вы Бога молитесь. Благодаритесь, чтобы память сохранилась. Я, говорит, первый раз подумал об этом. Я тогда прочитал. И с тех пор каждый день Бога благодарю, что ночь прошла, жизнь продлена и память сохранил. Он говорит. У меня память исчезает. Я не знаю, куда идти. Вот дойду и дальше ничего нет. Надо помнить это. Заранее благодарить Бога. Болезнь начинает лечить тогда, когда еще нет ее. А как? Не кури. Рак легких избежишь. Почти наверняка. Трубку куришь. Рак губы будет. На свадь сосут. Рак щеки. Это все связано. Итак, здесь мы взяли какое-то слово Божие, которое проходили. Вот разбить людей. Это не моя работа. Где-то я это увидел. Добавил свое. Своими словами разбавил. Но совсем, чтобы материал был мой, я стоял и писал. У меня почти нигде нету. Я себе вставляю это место писания. Писание это уже не мое. Божие. Матфей написал где-то. Я никогда не пренебрегал ничьими трудами. Разные стихотворения записывал. А потом уже попались книги Березова, Родиона, Веры Кушнир. Современники наши были. Я не знаю. Береза-то может даже и живой еще. А оно баптистское. Неважно. Неважно. У меня 20-й том открытым оком. Я там специально беру сколько мест, стихи, которые поют баптисты. Как песенник. И включил, туда отдал, может быть, страниц 20. И здесь снова пройти надо. Это тот материал, который надо все время держать про запас. Как разговаривать? Вы знаете, когда человек готовится с кем-то сражаться, как Федор Емельяненко. Они записывают, когда с кем он боролся, тот борец. Какие у него приемы. Как эти приемы перехватить. Вот шахматисты, с кем он сражаться должен? С Геллером или с Василием Смысловым. Роберт Фишер. Все их проиграл. Алехин так же делал. Он заново и заново проиграл и искал, где ошибка. Так и здесь. Вы боретесь за душу человека. И вот когда сатана подошел ко Христу, Христос его отбивал. И это уже сам дошел до этого. Он бы мог сказать, да пошел ты. Нет. Он, Христос, берет места Писания. Ну, Господи, это все твое. Ну, скажи новенькое что-нибудь. Он берет только то, что уже сказано. Написано. Написано. Православные-то миссионеры, называемые. А некоторые Писания не знают. Написано. В этом плане лучше всех поступает Олег Стеняев. Хотя он обо мне там отрицательно и раскольником называет, и по глупости своей. Но он пользуется Библией. И мы ставим ее даже в пример. Вот смотришь, там говорит, а у него в церкви вот так вот все это бровано движение, как Ткачев Андрей. Но Ткачев Андрей, он говорит, считайте Библию. Непременно считайте. Ежедневно считайте. Ежедневно изучайте. Прямо специально ролик этот распространен. Ты помолись за отца Андрея, чтобы Господь сохранил его. Чтобы его не занесло куда дальше. Но здесь он говорит правильно. Но знает ли он то, что мы проходим, как он беседует? Он начинает Есенина брать там, и который, когда, где, кому, кто изменил. Зачем это? Вы стремитесь на это? Написано. И дьявол попятился. Господу Богу Твому поклоняйся, и ему одному служи. Сатана мог бы сказать, как люди говорят, да бумага все терпит. Мало чего написано. Он не говорит. Я стал думать, почему. Я когда смотрел фильм, я повторяю, это уже говорил об этом, Моисей называется. Моисей, посмотрите, очень хороший фильм. Когда ему Бог дает закон, и как лазерный луч как бы охватывает скалу, и в скалу бьет, и поплыл камень расплавленный, а там вмятины. Дальше он даст ему скрижали. Вот так вот, Слово Божие оно прожигает. Мы силы его не знаем, иначе бы не спорили никогда. А дьявол знает. Три раза он подступает ко Христу. Как Достоевский говорит, в этих трех искушениях, все искушения мира сконцентрированы. Требования чуда, авторитета, хлеба. Чудо. И он показывает, как этот мудрый дух подходит. Мудрый, то есть мудрость у него Бог не отнял. Хотя он падший херувим. Он смотрит, он психолог хороший, сатана. Он смотрит, как мы глазами глядим, как губы поджимаем, как ресницы наши открываются. Ну, хороший психолог-то знает это. А психологи, они там связаны с гипнозом совсем. Эти психологи называют их. И вот здесь трижды Бог отвечает ему, Спаситель. И он ни разу сатана против ничего не сказал. И сразу отошел. Три раза Господь его спрашивает, написано, отвечает на искушение. К нам что-то подходит, а у тебя в голове-то из Писания, ты мгновенно из тысячи стихов один. И этот стих ты сказал. Ну, что это? Нельзя так фанатично верить. Все, молиться, да молиться. А я показываю щетки, то другое. Я сразу говорю первое послание к Пессалоникийцам. Пятая глава, восемнадцатый стих. Иисус говорит, Павел говорит Духом Святым. Постоянно молитесь, за все благодарите. Вот повторяй непрерывно себе. Еще раз посмотри, как написано. Писание. Да что Библию каждый день считать? Считай Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Да не отходит книга сия от уст твоих. То есть, читай вслух. От уст, не от глаз. И получается мне день и ночь, дабы в точности исполнить. Точности. У православных это нет. Вот здесь разговаривали, как двуперстно, троеперстно, молиться. Тут Евгений зашел, тропко, говорил. Говорил все правильно. Но только он взял от старообрядцев, не говоря, что когда принимали крещение, в это время было 2 и 3 перста молились. Ну, в форму поклонения. А первые христиане молились одним перстом. Одним. А каким не указано? Ну, согласно того, какие мы есть, правая рука, не левая. Пять пальцев. Ну, не мизинцем же. Ясно дело, главный палец это указательный. Указательный. Мы машем им, строжимся. На кого-то показываем. Почему так принято у американцев, у всех? Это даже птицы как-то стараются общий язык найти. Говорят, ворона, если она перелетает где-то в Америке, первое время они друг друга не понимают. Не понимают птицы. А мы должны понимать. С нами заговорил Господь Бог. Вот к этому, что проходили, добавить ревность. Положили конспекты и лежат. Нет, не пойдет. Поднимай, репетируй, смотри, заучивай, развивай память. Вот есть такой рассказ, анафема, у Куприна, о том, как там один дьякон, там, говорит, когда он пел, паникодила звенели, то есть вверху такие, ну, разные стекляшки, свечи, где зажигают-то, они от воздуха сотрясались. И он читал Льва Толстого, казаки, рассказ-то. А потом ему надо было петь анафема. Ну, синод постановил, анафема. А он запел многое лето. Ну, его, конечно, исключили. И говорит, у него память, из-за того, что он учился хорошо, многое запоминал, молитвы, жития, память была чудовищно развита. О, какое слово. Чудовищно. Может, сейчас не так они там пишут, но я именно такое слово запомнил. Непрерывно, непрестанно тренируюсь. Посмотрите, старики, выжившие из ума какие. А почему? Им говорят, чтобы память не исчезла. Учитесь считать. Раз, два, три, до ста хотя бы считайте. Они этого не знают. Так только согнулись и мельтешатся. А ты поставь себе задачу. Я, Господи, не могу запомнить. Двои из них плохо в школе учился, как козрёнок прыгал. Но я буду на картоночке писать, заклеивать, читать буду, всё равно что-то запомню. Да не отходит книга себе от уст твоих. А к Тимофею 4.16 прямо говорит, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Так поступай, и себя спасёшь, и слушающих тебя. А не так, что... А что общего с ним? Почему я должен ему говорить? Надо говорить так, чтобы солью было приправлено, чтобы люди почувствовали, что не просто я глажу по-шёрстке. Вот это я могу сказать. Мне часто приходят, ну, там, и свои даже есть. Вот я по-другому бы вёл, по-другому отвечал. Тысячи людей были бы рядом. Я говорю, у тебя сколько рядом? Да я... Ну, а с чем разница-то? Я и ты с чем? У меня не... Я не священник. Никаких академий не кончал. Ни одного дня не учился. Почему ты на меня сваливаешь-то? Учат, как правильно проповедовать. Как есть тренер, шахматист. Это же не бегать. Не Фёдор Милианенко бьётся борьба без правил. А конкретно шахматы показывают, как... Так садись сам-то, играй, будь чемпионом мира. У меня всегда было смешно. И показывать, как играть в футбол косолапому там ничего не получится. Надо бежать самому, показывать, как шайбу забрасывать. Так и здесь. Тренировка. И когда до дела дойдёт садить корабль, как Нел Армстронг, первый ступивший на лунную поверхность, о нём было... Все астронавты говорили, так нельзя работать. Ну, положено 8 часов. А он 16 часов на рычагах, на макетах дёргал и дёргал. И его первого послали. Это всё отмечалось. И получилась та обстановка там садиться. Здесь видели ровную площадку. И вдруг он увидел камни. Модуль опрокинется. Уже не подняться никогда. И он успел его отвезти. А горючего было как раз на столько энергии, чтобы только отвезти на 100 метров в сторону. И он не задумывался. У него там столько движений надо было сделать. А он их уже отработал. И другие астронавты, как Джеймс Ирвин, облетевший вокруг Луну, все говорили, никто бы из нас с этим не справился. И когда камни стали надвигаться, по всей Америке прошёл шквал инфарктов. Шесть смертельных случаев. Все около телевизора смотрели-то. И видят, всё пропало. Ну и слабое сердечко не выдержало. А он за рычагами сидел. Почему? Тренировка. Меня не раз вырущала вот эта тренировка. Меня допрашивают полковник. А я ему отвечаю местами писания. И он задумывался, так написано, я сказал, пойдёт КПСС. В то время сказать, когда ещё далеко до этого, лет 15, до крушения советского монстра. Это всё помогло. Расписание. Взял эпиграф. И мне как-то предложили провести занятие с завучами школ. Порайонно было. Завучи, директора школ. Ну я говорю, вы изучаете поэму Михаила Юрьевича Лермонтова в сыре? Конечно. А какой эпиграф? Ни один не может назвать. Не знаете, не знаю, записывайте. Вкушая, вкусих, мало меда и все аз умираю. А что это такое? Он знал, что взять. То есть, вот я вкусил немного меда и должен умереть. Саул сказал, что если кто-то вечером за день где-то что-то поест, пост нарушит, смерть ему. А сын его Нинапан не знал, а через него началось поражение врагов. И когда жребий бросили в царский дом, по одному жребий пал на Нинапана. Расскажи, что ты сделал? Он говорит, я увидел там в дупле мед, палку взял, накрутил, мед повернул к себе. Я поел, у меня глаза просветлели. Ну и все равно ты должен умереть. А народ восстал. Не отдадим его, через него победа была. Я говорю, вот что. То есть, он немного съел меда и должен умереть. И Лермонта взял эпиграфом к этому цири. Почему? Он бежал из монастыря на родину себе, ну, кавказский горячий юноша. И вот, я вкусил немного этой свободы, а там он боролся как с этим, с леопардом, как бросился леопард на него, и он воткнул в него там, какой прибор был-то, воткнул, и трижды там повернул, и все это рассказывается, как зверь. Я рычал и падал и с ним вместе. И так я боролся за свободу. И вот я вкусил немного меда этой свободы, и он там получил раны от зверя, видимо, и я должен умереть. Вот какой эпиграф? Ни один учитель не знает. А когда рассказал, о, как интересно, а почему вся поэма говорит об этом? Как его привезли юношу от мальчика, как он вырос среди монахов, а ему зачем? У него битва перед глазами. Вам понятно? Кто-то слушает, нет? Никого нет, все ушли, один остался. Я слушаю, Магнат Кикинонечка, интересно. О, слава Богу, два человека есть. слава Богу, два, один человек. Третий стоял, ну, слава Богу, не ушли. Я не сам пошел на это, а меня Сергей Павлович пригласил рассказать. Пройден материал, надо закреплять, иначе он выдуется. Вот меня спрашивают, а вы закрепляете? Постоянно. У меня спрашивают этот материал, я заново прочитываю, места писания выделяю красным, нахожу какую-то такую работу попутно. События дня вставляю, вот мы в скайпе Содружество, которое рассылаю всем. Вы видите, сколько материалов дает. Евгений Тропкой сегодня тронул, так я с какие материалы скинул-то сразу? Про старобрядцев. Да мало того, сейчас, наверное, минут 30 писал только новое. Я их хорошо знаю, это корни наши. А он там увидел два перста и все. И он далеко-далеко не все узнал. Там борются люди друг с другом все время за указку, за что угодно. Библии не знают. За 365 лет, когда реформа Никона прошла, ни одного миссионера нету. Тебе что это не говорит? В какую яму ты упадешь? Так что тут молиться надо. он желанный, это Евгений говорит, но он выступил, я не выступал, вижу там между собой там Наталья усатая, что говорит. Я решил тогда встрять. Вы сегодня кто был, видели? Какие материалы скинул? Про старобрядцев. крайняя нетерпимость. Никакой свободы нету. Вот стоишь ты все, а у них служба длиннее. Ну и стой столбом. У нас приехали тут старобрядцы, а у нас служба была 12 часов. 12 часов спали стоя. Спать стоя умеют. Войну было, говорит, мы всегда, когда ночью переходы были воинских частей-то, всегда было по 4 человека. Двое по сторонам смотрят дорогу, а двое посередке спят на ходу, шагают и все спят, иначе вообще места, времени не было, когда нужно было срочно перебрасывать войска. Это надо пример брать для себя. И так мы должны быть, мы воины Христа, так и называемся кефесянам. Какое оружие у нас описывается, возьмите шлем спасения, щит веры, но перечисляют, обойте ноги в готовность благовествовать. Ты когда считаешь, ты чувствуешь, как напрягаются мышцы. А кому сказать? Кому сказать? А вот и говорит, пророк сказал, апостол Павел говорит, кто поверил слышанному от нас? Вот мы в щад рулетку сошли, кто поверил? Сегодня я изменил тактику, по-другому будем делать. Володя будет отвечать, а я на глазах и буду стоять и молиться. Они пролетают мимо, даже на полсекунды не хотят остановиться. Полсекунды! Благодаря на раз мигнули, они не знают, кто перед ними. Надо задержать его на несколько минут и главное сказать о Христе. У меня сейчас предупредил тут, Борис Семенович, благодарен я ему. Ну что, мы показываем, где у нас сайт или что-то, а у них нельзя. Там ни одно правило не соблюдается. Там что угодно они делают. А я что показал, они не могут понять, что такое открытым оком. Тогда я написал на бумаге и показал, вот как открытым оком. Вот. Вот так вот написал и показал. Ты нарушил я там в этом, в этой рулетке-то. Ну а что они мне могут сделать-то? Ну, запретят. Запретят, так я же молюсь. А отстать от этого я уже не могу, потому что я просил у Бога в молитве дать мне талант Сергея Парализованного, который умер. Иконописис. Он два раза там был. И Господь открыл двери. Я как будто все время с этими работал людьми. Уже один даже работаю. Надо что именно взять, как вовремя отрезать, какие люди. Ну вот так. Сергей Павлович, если вопросы будут, я отвечу. Сергей Павлович, ты допустил, аж не рассыпал, он сказал, не рассыпал. Не рассыпал, ты другое слово сказал. Это кто говорит? У меня кто-то сегодня был здесь, дверь открыл, а на улице 37 градусов. И дверь нараспахнут, а я сижу спиной, не знаю, пока не замерз. Я разбираться буду завтра с этими, которые меня морозят. Ну что, Сергей Павлович, вопросов после нету? Давай открывай новую тему. Открываю. Слава Иисусу! Так, я попутно скажу, пока не отошел. Вот сейчас Сергей где откроет, там заранее в предисловии говорится, что принимали участие все. Считать быстро не надо. Медленно. Места писания все до одного считать полностью. И сразу спрашивать, кто что имеет сказать. Я попутно спрошу, Василий Лапкин здесь? Нету. Жалко. Ну ладно. Все, отошел. Пособие для изучения Евангелия от Марка. Предисловие. Создатели фильма Иисус очень удачно изобрали для этого Евангелие от Луки, который написал его, исследовав вышедшие до этого два Евангелия от Матфея, написанное для евреев через пять лет после вознесения Христа, от Марка, через семь лет, написанное для римлян. Через пятнадцать лет после воскресения Христова Лука приступил к написанию как бы письма, отчета, по сегодняшнему сказать, как бы реферата для своего друга. Евангелие от Луки первая глава с первого по третий стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передли нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Неоднократный просмотр фильма Иисус очень хорошо помогает закрепить в памяти молодых его содержания. При изучении Евангелия от Марка по этому материалу, составленному на основе пособия по изучению Евангелия от Марка, желательно составить группу с определенным количеством участников. Если будет более десяти человек, то занятия будут более продолжительные, даже если только не более половины будут активно участвовать в разборе Слова Божия. Предварительно каждый из них пусть прочтет это Евангелие хотя бы по три раза. На вопросы, которые будут ставиться, желательно, чтобы все свободно отвечали, деятельно участвовали в собеседовании. Не все ответы будут правильными, это можно поправить. Главное, чтобы все принимали активное участие и много записывали, чтобы после окончания занятий можно было сравнить, с чем пришли, с чем ушли с этих курсов. Возраст участников этого благочестивого кружка ничем не ограничивается, но обязательно должен быть старший или всегда один и тот же, или на каждом занятии быстро избирать другого или желающего, но обязательно только того, кто хорошо знает толкование Библии по святым отцам православной церкви. Ну, здесь, я думаю, надо остановиться и как раз вот это вот обсудить. Значит, здесь предлагают нам, что должен быть один старший либо всякий раз избирать другого. У кого какие предложения? Никого не слышу. Сергей Павлович, подходящая кандидатура. Так, то есть предложение оставить меня и как раньше я буду вести и новых никого не избирать. У меня как бы другое предложение, что если все-таки кто-то захочет проявить инициативу, пожалуйста, не возбраняется, но значит, готовиться меня предупреждать, что следующее занятие буду вести я такой-то или такая-то. Об этом меня уведомить и пожалуйста. Значит так, подальше идем. По этому пособию легко заниматься и в домашней обстановке со своей семьей. К слову сказать, пока это писалось, когда это печаталось, никто даже не подразумевал, что мы будем собираться каждый в своем доме и поэтому писать со своей семьей, домашней, а то, что мы будем в разных странах, даже в разных, и то, что там в городах или в домах в одной деревне. Господь так вот сделал, что мы можем собираться все. Значит, это пособие не ограничивает, не сжимает никого, только в эти поставленные вопросы. Здесь дается каркас, минимум. Вы можете расширять его в зависимости от того, какие могут возникнуть новые вопросы. Это пособие для многих послужило благословением и были получены отзывы от людей, занимавшихся по нему, что оно помогло им спастись в трагические минуты, когда у них жизнь потеряла всякий смысл, и люди находились на краю пропасти. Если у вас появятся какие-либо сомнения в том, годится ли это пособие для православных, то посоветуйтесь с рожденным свыше священником, любящим Слово Божие и Христа, и напишите нам, и мы постараемся разрешить ваше недоумение. Для более глубокого исследования священного писания лучше подходит самое краткое Евангелие от Марка. Обязательно необходимо не только открывать указанные тексты, но и внимательно вникать в них. От этого зависит более глубокое разумение смысла священного писания. Кому лень это делать, тому лучше и не начинать предлагаемого метода чтения. Лучше всего уделять на чтение полчаса, первым делом утром, пока ум еще свеж и душа не охвачена впечатлениями дня. Лучше не останавливаться долго на непонятных местах, но читать дальше, не теряя много времени. Такие места впоследствии нередко разъясняются сами собою. Очень желательно перед чтением и во время чтения молиться. Лучшие мысли приходят свыше. Чтение даст мысли, которые могут быть обращены в молитву, и молитва вместе с чтением даст тогда благословенный результат. Итак, начнем. Евангелие от Марка, первая глава, с первого по восьмой стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано «Вот, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и усымлянии, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил ордезду, одежду из верблюжьего волоса и пояс, кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. «И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». В чем собственно заключается благая весть? Евангелие от Луки 2 глава 10-11 стихи «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Неужели она сводится только к провозглашению высокой морали или к возможности получения грехов и загробной жизни? Евангелие от Матфея 1-21 «Родит же сына и наречешь ему и Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Он спасает от грехов, но не во грехах. послание к римлянам 1-16 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Сила свыше. Титул, вторая глава с 11 по 14 стихи. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, не к всякому беззаконию». Так, по прочитанному вопросу, может быть, возникли у кого. Что такое благая весть, понятно? это не просто вести какой-то морали, а то о том, что пришел Сын Божий, чтобы спасти от грехов, но не во грехах. Это четко нужно усвоить. Далее есть еще место, чтобы разрушить дела дьявола. Так, ну, продолжим, раз вопросов нет. Весь курс изучения по этому пособию будет отвечать на вопрос, как понимать слова Сын Божий. Бесстрашность молодого проповедника праведности Иоанна Крестителя. Читаем в Евангелии от Луки в третьей главе со 2 по 18 стихи. Так, у кого-то микрофон. При первосвященниках Ханни и Каиафе был глагол Божий Киану сыну Захарии в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране орданской проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит «Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дол да наполнится и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и узрит всякая плоть спасения Божия». Иоанн проходившему креститься от него народу говорил «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму?» Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево не приносящее доброго плода срубают и бросают в огонь». И спрашивал он народ «Что нам делать?» Он сказал им в ответ «У кого две одежды тот дай неимущему и у кого есть пища делай тоже». Пришли мы «Кого не обижайте не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании и все помышляли в сердцах своих об Аане «Не Христос ли Он?» Иоанн всем отвечал «Я крещу вас водою но идет сильнейший меня у которого я не достоин развязать ремень обуви он будет крестить вас с духом святым огнем лопата его в руке его и он очистит губно свое и соберет пшеницу в житницу свою а солому сожжет огнем неугасимым многое и другое благовествовал он народу получая его». В Израиле стать учителем проповедником было можно только в 30 лет то есть Иоанн считая по нашим меркам только что получил диплом молодой специалист только в нем видно не только силы но и смирение Евангелие от Иоанна так я сказал только сколько в нем видно не только силы но и смирение простите ошибся Евангелие от Иоанна 3.26.30 «И пришли к Иоанну и сказали ему «Рави тот который был с тобой при Ордане которым ты свидетельствовал вот он крестит и все идут к нему» Иоанн сказал в ответ «Не может человек ничего принимать от себя если не будет дано ему с неба вы сами мне светили в том что я сказал не я Христос но я послан пред ним имеющий невесту есть жених а друг жениха стоящий и внимающий ему радостью радуется слыша голос жениха сия то радость моя исполнилась ему должно расти а мне умоляться неужели истинное смирение является признаком слабости вопрос пророчество об иоанне порог исайя 40 глава 3 стих так ну дальше сейчас не будем пророчества у кого есть какие мысли по прочитанному пожалуйста активно можно гдай тихонь может у вас какие то там пожелали нет да так итак пророчество об иоанне исайя пророк 40 глава 3 стих глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделайте степи истези богу нашим за 700 лет до рождества христова было сказано малахия 3 1 вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь предо мной и внезапно придет в храм свой господь которого вы ищете и ангела завета которого вы желаете вот он идет говорит господь саваок так стези да я сказал стези стезя это дорожка такая тропинка за 433 года до рождества христова иоанн вышел иоанн шел всегда прямолинейно и никогда не входил в компромиссы со своей совестью вследствие этого он мог сделаться совестью для окружающей его среды возможно ли вера и прощение грехов там где нет внутреннего поворота к богу негодяяний 3 19 итак покайтесь и обратитесь чтобы загладились грехи ваши и 26 20 но сперва жителям дамаска иерусалима потом все земли иудейской язычникам проповедовал чтобы они покаялись и обратились к богу делая дела достойные покаяния прописая 45 22 ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли ибо я бог и нет иного как другими словами выразить слова сделать прямыми стези его вопрос очень много вопросов и мало ответов хотя ответы вот в писании возможно ли вера прощения грехов и ответ нужно обратиться чтобы глаза обратитесь куда к богу конечно и вот дальше ко мне обратитесь и будьте спасены значит следующий вопрос как другими словами выразить слова сделать прямыми стези его что это такое тысячи людей каялись под впечатлениями проповедия куда они потом делись вопрос зная дальнейшую историю мира и конкретно иудеи мы можем дать неприблизительный ответ может ли одно сознание своей вины греховности исправить человека вопрос да осознал да я грешен многогрешен супергрешен может ли это его исправить хороший вопрос конечно давайте прочитаем что об этом говорит писание римлянам седьмая глава с тринадцатого по двадцать первые стихи Сергей остановись пока давайте пожалуйста я в самом начале сказал чтобы все участвовали это нельзя так считать составляется группа общее название этого ролика или сказать материала как образовать общины он он исключительно важен чтобы все которые здесь находятся участвовали чтобы ни одного не было кто молчит начинай по порядку спрашивать сколько прошел вопросов я думаю ты остановишься ты идешь и идешь это ничего не даст вопрос состоит неотвеченный чтобы все говорили приводили примеры какие-то вернуться назад надо где первый вопрос чтобы по порядку все отвечали кто тут по порядку идет возьми и начинай спрашивать кто-то скажет тут никак не может быть что-то помешался кто-то там же в самом начале говорится чтобы все участвовали а никто не участвует то есть уже силы в этом нету какими другими словами можно выразить вопрос стоит а дальше считаете какими словами да нет точнее чего и нету тут у вас может быть дискуссия местописание приводить кто-то знает больше кто-то понаслышке слышал и начнется выравнивание не бежать этот материал не терпит никакой спешки медленно медленно надо чтобы каждый стих разбирали как понимает как слышал все чтобы участвовали тогда смысл понятен будет отошел он не 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 Но никто не участвует, и что делать дальше будем? Давайте посидим, помолчим, поразмышляем. Брат, ты начни вопросы задавать просто. Сам подумай, начни вопросы задавать. Там написано вопросы. Они вопросы, я каждый раз по тексту задавал. Вопрос, вопрос, все молчат. Дальше-то идет ответ. Дальше-то вот вопрос, а дальше-то идет вот ответ. Идет. Ну давайте вот вопрос. Давай вернемся, давай вот. Возможно ли вера и пресчение грехов там, где нет внутреннего поворота к Богу? Давай, Володя, отвечай. И вот тут дальше ответ я его прочитал. Чего его повторять? Конечно, нет, невозможно. Внутреннего, безнутреннего поворота к Богу нет. Дальше в Писании мне эти, говорит, я... Никто не ответил, никто... Я сам ответил, дальше пошел. Как другими словами выразить эти слова? Сделать прямыми стези его? Вот этот вопрос мы не разбирались. Значит, и тут дальше идет, как бы... Ладно, что значит сделать прямыми стези его? Чьи стези? Кого его? О чем речь? Владимир, пожалуйста, давай про стези. Что это за стези, почему, как, зачем Иоанн пришел в предтеча? Дальше-то другой вопрос задаем, что... Что да, вот он проповедовал, да, люди каялись, ну а дальше где они? Люди приходят в храм, покрестились, помечались, дальше где они? На сегодняшний день задаем вопрос. То же самое, ничего не меняется. У нас открыто. Так, Сергей Павлович, прочитай вслух. Из Икииля. 33-31. 31 и 32. Два стиха. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицем твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И 32 стих. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом, и хорошо играющие они, слушают слова твои, но не исполняют их. Значит, вот одна из причин, почему люди к храм входят. Сергей, могу пример привести. Я там у себя, когда в селе жил на Урале, в село Покровска, и там с одним встретился, мужчина уже пожилой, он говорит, вот я вас, верующих людей, люблю слушать, но он не больше того, говорит. Послушай, говорит, мне так на лице умиление такое находит, и все, говорит. А дальше, говорит, делай свои дела, говорит. Какие делал? Прямо сказал. Вот согласно этого стихописания. Нет, выключай сразу. Ну, а причина-то, почему они дальше-то не идут? А ответ, да, вот, то есть, сердце их увлекается за корыстью их. То есть, Слово-то Божие, чего он нас учит? Учит нас перестать быть эгоистами, то есть, стать бескорыстными, делать добрые дела для других, любить друг друга. Что значит любить-то? Жертвовать собой, своими деньгами, своим временем, своими знаниями. Если знаниями ты не делишься, зачем они тебе тогда вообще нужны? Смысл в этих знаниях какой? Фроликова-то нету, нету Фроликова-то, он бы сейчас встрял. Да, благовестие тут все, понесло бы его тут опять. Ну, так вот, начинай, ты расшевели, ты учитель. Твой голос приятный, все, и дальше-то не идет. Начинайте беседовать, разбирать. Расшевели. Ну, извините, можно я тогда попробую ответить, что такое вопрос? Конечно. Сергей, бери, отошел. Да, давай, давай. Ну, вот, примем и сделай стези его. Я так понимаю, что это значит отвергнуться того прежнего зла, которого ты держался. Когда к Иоанну Крестителю пришли, он говорил, у кого есть две одежды, отдай другому ближнему одну. У кого есть пища, сделай тоже. Пришли к нему мытари, спрашивали. Он говорит, ничего лишнего не требуйте. Когда воины пришли, он сказал, никого не обижайте. То есть, вот эти дела злобы оставить и прямыми сделать Господу стези, чтобы он мог войти в сердце человека. То есть, в лукавую душу, в хитрую Бог не войдет. И поэтому, прежде чем Бога впустить, то нужно душу свою очистить покаянием, то есть, от злых дел отстать. И тогда Бог прямыми путями войдет в твое сердце. А если там у тебя грехи, лукавства и прочие пороки, то и... Иоанн Креститель-то пришел. Проповеди-то его были обличительные. Меня в свое время коснулось его проповедь, то я от него, можно сказать, родился духовно. ПО РОЖДЕНИЕ ЕХИДНИНЫ СОТВОРИТЕ ЖЕ ДОСТОЙНЫЕ ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ Да я же, это ехидна-то и есть, змея под колоной-то и все. И потекло из меня, и все. И что я? Вес засохшая с закваской лукавства и порока. Ну вот это и есть достойные плоды покаяния. То есть, Господь вначале, когда к нему человек приходит, он, может быть, он не требует такого, как сказать, больших каких-то жертв. Но сначала хотя бы отстань от своих дурных дел, чтобы Господь мог войти в твое сердце, и потом уже содействовать тебе в благих делах. Можно еще, Сергей, по поводу путей и стезей? Да можно, можно. Вот у Феофилакта мы читаем, что путь — это новый завет, а стези — ветхий. И ветхий они неоднократно сами нарушали. И поэтому им говорится, что ты стези ветхого исправь, чтобы принять Христа можно было. Потому что они совратились и от стезей своих заблудились. То есть, как раз призыв к тем, кто ветхий завет даже исполнял, чтобы они не лукавили и превратно не понимали то, что там написано. Потому что когда Господь уже приходит, Он же постоянно им на это указывает, что написано, а я говорю вам. И вот эти все вещи, и потом и апостолы в деяниях обличают евреев, потому что они неправильно исполняют заповеди. Когда, например, карван, вот это понятие, когда родителям можно было сказать карван, и ты родителям, родителей не обязан был вообще содержать. То есть, ты говоришь, все, что тебе положено на тебя, мне до конца жизни платить, чтобы тебя содержать, я церкви отдаю. Он говорит, вы что делаете-то? Вы полностью вообще все извратили. Может быть, и в этом смысле тоже тут имеется в виду, что стези, то есть не извращай закон, а приготовь сердце свое для принятия Господа. Да, кто еще хочет сказать? Ну и еще тут нет никого оживающих. Может быть, кто-то говорит, да микрофон забыл выключить, смотрю у всех по выключенной микрофонам-то. Да есть Владимир Пащенко, что ты хотел сказать? Я видел. Показалось, нет уже. Но еще что хочу заметить, прямыми сделайте стези ему, кому? Ему, Христу. Христа-то как воспринимали, что придет Мессия, все они Ветхий Завет читали. И что он их освободит? От чего? От греха ли? Да не о том, они хотели-то все это. Хотели, чтобы он их освободил от римского гнета. Они его представляли-то совершенно другим. Это читали Ветхий Завет. Почему они его не узнали? И Иоанн Креситель проповедовал, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Чего у них одно к одному не сложилось? Почему? Почему сегодня ходят люди в храм и столбами стоят, и ничего не понятно, и приятно, и слушают, и звон колоколов, и хор поет мелодично, ничего не понятно, и людям нравится, они стоят, умиляются, ой, какая благодать. А что? Зашел и вышел такой же совершенно. Нет плодов покаяния, Христа не знают люди. Почему? Могу ответить. Давай. Поль говорит, ищите, найдете, стучите, стучите, и отвергают вам, просите, дано будет вам. То есть люди не ищут, не просят, и не стучат к Господу, в молитве своей. И потому ничего не открывается им. Хорошо. Другой вопрос следующий. Почему не ищут и не просят? Потому что гордые. Потому что гордые, потому что... А почему? Почему гордые? Потому что... А я сам все могу, я сам все делаю, я сам всего достиг. Видите, какой я молодец, красавчик, руководитель. Все подчиняются мне. А где ваш бог-то? Вот. Дети умирают. Куда он смотрит? Начинается вот этот вот, базар вот этот вот. Я думаю, потому что людей не устрашили, как нужно, страхом Божиим, наказанием грядущим. Люди-то ходят, а священники как бы, ну, потворствуют всему. Они не страшат людей наказанием. Они так, люди-то считают, что Бог все простит, что мы придем вот на исповедь, исповедовались, и все, как бы сдали грехи. Ну, то есть, страха Божия нет, поэтому и просить не о чем. Все устраивает. То есть, одна из причин того, что люди не боятся Бога, это вот эта вот так называемая экономия, отсутствие пятидеся, отсутствие церковного наказания, отсутствие сегодняшних священников, вот этого вот страха Божия, что человеку не стыдно грешить. А что я согрешу, ну, скажу, Петрахиль он откроет и дальше пойду, и все. А если бы он четко знал, что его прям всех выведут с притворта, ему там стоять за аборт или ей там 10 лет, вот она бы тогда подумала, ох, а еще бы он подходить и спрашивать, а что случилось-то у тебя? Стыдно. Видите, дьявол, как изразил, грешить не стыдно, аборты делать не стыдно, а признаваться в них стыдно. А сейчас и даже люди, что, сколько батюшки говорят, столько детей в утропе поубивают и сколько там, 120 тысяч ежегодно или ежедневно или в России, даже сейчас не могу сказать цифру. Ну, вопрос здесь у меня возникает, например, можем ли мы брать на себя такую труду, приравнивать вот тех людей, которые в храм ходят, например, к тем, которые вообще не слышали про Христа, потому что у них плодов нету, покаяния. Мы видим это просто, например, живем рядом, видим, он вышел, там раз, папиросу в рот, ну и так далее. То есть, насколько мы здесь, мы как с еретиками должны с ними общаться, то есть, один-два раза сказал и отошел, или как? То есть, вот, с такими людьми, которые веруют в то, что их Петрохилю накроет и все пройдет, как бы у них. То есть, именно нам-то вот, как с ними быть? Брат, можно я отвечу? Да. Ну, я только начну с предыдущего, когда брат один тоже вышел и сказал, что нет научения, во-первых, от священства, согласно Слову Божию, то есть, нет этого научения, потому люди не знают, как жить вообще во Христе, как исполнять заповеди Божии, но и нет таких ревностных, возрожденных людей тоже, даже мирян, которые об этом бы говорили. Вот, например, пример, я на Урале когда был, в один момент прихожу, как обычно, на службу, на вечернее богослужение, а там немножко, как бы, такие потемки небольшие. Встаю, молюсь, и что-то краем глаза взглянул, а там в углу, смотрю, какие-то стопки книг стоят, раньше их не было там. А я после штуки подошел, а там лежит Новый Завет, мы его даже сюда, на Алтай с братьями присылали, большие формат, крупный шрифт, издали именно 50 тысяч экземпляров в Екатеринбурге, Екатеринбургской епархии. Кто-то выделил денег и издали его. Я смотрю, лежат, то есть, никто не подходит, не берет. Я подошел, там в киоски женщина, когда торгует, я говорю, а почему у вас это, можно это взять? Она говорит, пожалуйста, берите. Все, я 7 штук взял, вышел из храма, там люди начали выходить, уже бабушки, я начал сразу предлагать, вот Евангелие, крупный шрифт, читайте, говорю, вникайте в Слово Божие. Все, у меня сразу 6 штук расхватали тут же, а у них лежало там где-то в уголке, то есть, нетронутая даже. В дальнейшем мы с братьями приехали, уже сразу две коробки с богостояния священника взяли и начали раздавать нуждающимся. То есть, нет ревностных, нет там тех людей, которые показали бы на этот свет, что надо к нему стремиться, ко Христу идти, жить во Христе и как показать личным примером. Вот один из моментов. А то, что мы должны, конечно, мы должны указывать. Ты видишь, там же вот Иначе, он сегодня однократно приводит пророк Иезакии или Иеремии, там что, если ты видел брата всегрешающего, ты должен указать ему на это. Чтобы он не погиб, иначе кровь его будет на твоей голове. Тебя взыщется за это. Если ты, конечно, знал об этом сам, согласно Слову Божию. Все у меня. А недавно вот хочу поделиться у нас там курсы проходят и не пришел один священник, который выступал и поставили диакон какого-то про каноны церкви рассказывать. Вот. Я ему говорю, а вы объясните, почему у нас приходится с разными людьми общаться и говорю, задают вопрос, вы почему свои собственные каноны не соблюдаете больше половины нарушения? Спросил у него, значит, может ли он ответить, сколько канонов? Он мне не ответил. Потом по поводу нарушения он сказал, что тоже отрицать это нельзя, да, мы нарушаем, но сказал, что мы, да, про эту экономию тоже я его спросил, он говорит, что, и привел мне пример священник, что он приехал в деревню, где никто священника родом не видел вообще ни разу. Он им там благовествовал, они решили, значит, не знаю, крестил он их, я так понял, потом приехал исповедовать. Исповедует и у каждой женщины, просто у каждой, не то, что через одно, у них по несколько абортов. И он к своему духовнику прибегает, еще молодой батюшка, говорит, батюшка, что мне делать-то с ними, я по канону на 10 лет их должен отлучить. Он ей говорит, ну, ты понимаешь, как они сами себя наказали, а ты сейчас еще обухом по голове на 10 лет, она только в церковь начала ходить, а ты ее, как бы сейчас скажешь, все, 10 лет стой в притворе. Ну, и говорит, я тогда, да, вот эту эпитемию не применил к ним. Я говорю, хорошо, но вы понимаете, что это нарушение канонов и постановление святых отцов? Ну, да. Ну, вы же будете отвечать. Ну, да, каждый священник, который это нарушает, будет отвечать за это перед Богом. И это как бы на нашей совести. То есть, они это признают, но при этом как бы применяют, опять же, это, несмотря ни на что. вопрос тут прозвучал, что как нам по-разному ли относиться к людям, которые ходят в храм, но мы видим, что они неверующие, или которые вот не ходят это вообще. Кто может ответить? Владимир. Брат, повтори, пожалуйста, еще раз вопрос. Ну, кто этот вопрос задавал, повторите. А Владимир же ответил уже. Ответил? Что-то я это прослушал. Приглашать на занятия еще, вот в скайп, и давать визиточки вот таким, если которые, конечно, на контакт пойдут. А может быть, да и как всегда, Игнатий Тихонович нас призывает в свои кружки организовать, если получится. Про кружки я тоже могу с вами поделиться. Тут вообще был уникальный случай. Я хожу в Сретенский монастырь на Деяния апостолов изучаем, и хожу в монастырь Серафима Саровского в Раево. Там тоже изучаем Библию. Так вот, я там спросил у священника отца Алексея при храме Серафима Саровского в Раево. Могу ли я слушателей позвать в другой день заниматься подеянием апостолов? Ну, в чат в общем написать, что братья, сестры, приходите, потому что у нас там мало человек приходит, чтобы группа не развалилась, а то батюшка говорит, что я там для двух человек-то тут считаю. Я только вопрос задал ему, так он на меня обиделся, что типа, мол, я у него слушателей переманиваю, что я считаю, что у него курс плохой, начал мне там рассказывать. Я вообще обалдел просто. Понимаете, это не то, что я свой кружок, я приглашаю в другой, где батюшка читает, и этот ревнует, что я его курс плохим видите ли считаю, он говорит, не надо тут никого соблазнять, а еще перед всеми отчитал, как бы, говорит, тут есть человек, который всех зовет, соблазняет, у нас тут лучшие преподаватели будут приходить, вы все это пройдете, поэтому вот он неправильно делает. Вот так вот. Овец своих бережет от волков, истинный пастырь, да? Не знаю, я ему написал, батюшка, вы, я говорю, заповедь, зачем нарушаете? Сказано, если брат твой согрешает, подойди, один на один с ним поговори, потом вдвоем, а потом только в собрании. Я говорю, вы что делаете-то, зачем? Но он мне так и не ответил, я ему написал, он молчит, как бы, не отвечает на это. Подойду лично, спрошу еще у него, зачем он мне публично начал это говорить, подошел бы лично, хотя бы и сказал. При том, что я никому не говорил, я только спросил, можно ли сказать. Во, вот так вот. Я немножко добавлю тут к Вячеславу. Это в житях святых есть обители неусыпающих, они псалтыр считали круглосуточно. Что это такое? И вот он, Александр у них там его звали, он задает настоятелю. Вот мы считаем Евангелие, а в Евангелии все правильно написано? А у того был замысел такой, если написано, почему не исполняем? Он не дал сказать, он сразу в колокол ударил, собрали братья, брат Александр впал в прелесть, Евангелие не признает. Он говорит, позволь, я разве говорил, я спросил, все ли написано верно? Нет, это уже все, ты уже ушел, вот как у Вячеслава. Смешно даже. Но он говорит, нет, братья, написано, не заботитесь о даршесом дне. Ну давайте мы еще сидим в монастыре, пойдем, ничего с собой не возьмем, посмотрим, пропитаемся мы или нет. И дальше, как развивается эта история. Посмотрите, на птиц небесных, мы как птички-то будем жить. Это в житях написано. Здесь-то конкретно, священник что-то должен был ответить? Да. Сказал так, если будет у тебя там больше людей, прибирайся, ты потом направляйся сюда, чтобы здесь было. И все. Там отдельная группа, зачем, когда у нас есть-то? А я тут не успеваю. Давайте образовывать, а потом сольем в одно, нам удобнее будет. А он явно видел, что он забоялся, что от него уведут народ, а дальше уже все. Ты еретик, и захвосты в яму. Совсем никакие. Как труженик, как работник, как благовестник, никакой. Нуль. Даже отрицательные отметки нельзя поставить. Сел, только спросил. И на этом вопросе можно было как много построить. Никакой нужды нет. Это вот Феофан-Затворник очень хорошо рассматривает. Игнатий Брещенинов. Это не мой авторитет, Игнатий Брещенинов, но все-таки. Они все время подозревали. Вот представляете себе, Игнатий Брещенинов это почти современник Пушкина. Он с товарищем, такой же товарищ у него был, малахольный, как говорят. И они вместе стали ходить в храм, молиться. Не когда с троем ходят, а в другие дни. За ними посмотрели, сразу доложили военному ведомству и то другое. Еретики. Арестовать. Ну и стали с ними разбираться. Что они искренне поверили, что они хотят, в это внимание не берут. Да ладно, ему царь был знаком, и он у царя выпросился, ушел из воинского звания-то. Ну ушел в монастырь. А там узнали, что он из такой семьи, и что ему сам император благоволит. Братья с первой минуты стали блокировать. Надо картошку чистить, они не дают. Так мы, говорит, первое время картошку топором чистили. Игнатий Бричинин это пишет. Потом он, когда уже обжился, то он там и написал. Монашество кончилось. Остались одни актеры. А актеры ничего не сделают. Вот какая обстановка-то была. И чтобы вот так заново все разрушенный дом, падшую скиню, восстановить, но на это надо кое-что иметь. Шесть качеств лидера. Все знают эти качества? То ли все испугались, то ли разбежались. Отключились. А микрофоны просто... Все здесь, Игнатий Тихонович. Ну, шесть качеств лидера. Кто может перечислить? Тот, кто ведет занятия, у него должно быть качество лидера, чтобы увлечь за собой, а не просто пробарабанить. Ну, эту тему, что сейчас проходим, вот, пособие по изучению Евангелия от Марка, это самый главный вопрос. Его можно озаглавить так. Как образовать общину? Не приход, пришел-ушел, а настоящую общину. Чтобы вместе могли собираться по какой нужде, куда, что. Так, там Оля, которая знает Татьяну Капустину, заезжали. Ей сегодня сделали операцию. Злокачественная опухоль прямой кишки, что ли. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Она у нас старшая сестра. Мы одновременно сейчас лишились, ну, несколько человек. Сразу трое умерли. Вот Сергей парализован. Правда, не у нас здесь. Тамара, но вот, который, Геннадий-то был, Яковлев, Кришнаид голову ему отрезал. Она у нее женой считалась. Ну, фиктивная жена, записано вместе, умного, в Одессе. Сообщили, 1 числа умерла. Ох, и женщина была, подвижница. Когда она была баптисткой, и они там куда-то проникли в лагерь баптистом, а там проверяют их, а им негде было лед. Так они разбили воду, чтобы не нашли их. И под водой скрывались. даже страшно считать. Ну вот, теперь разбирайте. Все, пока. Сергей, давай, расшевеливай общество свое. Игнатий Тихон, шесть качеств, воображение, знания, умения, решимость, беспощадность и привлекательность. Ох, ты умница моя, так и есть. Эта наработка не наша была, а американских экспертов во время Второй мировой войны. Почему на место убитого полковника не подполковник выскочил, повел в атаку, а какой-то сержант, даже не офицерского состава, оказалось, качество лидера у того были давно уже там, а образования не было. Его сразу же начали повышать и опять вышел с большими званиями. Победа была одержана. Так и здесь. Вначале заниматься. Не спешить. Медленно, медленно. Желательно, чтобы все участвовали. Я обращаюсь. Не нарушайтесь. Начинайте участвовать. Поднимайте руку Сергею или как-то говорите. Он подключит. Я отошел. Да хуже 7.31. А! Кончилось. Заканчиваем. Помолимся. Достойно есть я кого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Да, Тихонич, молитесь. Милосердный Создатель наш, любящий Отец Небесный, мы пристали перед тобой, что восславит Твое дивное имя. Благодарим Тебя за те труды, которые Ты оставил нам через знакомых нам людей, через неведомых. Помоги, Господи, быть ревностными участниками в спасении своей души и душ ближних. Благослови нас на это занятие. Коснись сердец многих, еще не просвещенных Светом Евангелия. Защити нас от происков вражеских, чтобы наша душа полностью вмещала законы Твои. Дабы нам не отступить от них вспять, Тебе Боже слава, Тебе хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сергей Павлович, я тебя спрошу, я, может, неправильно понял, что у тебя можно здесь, в нашем сообществе, только 24 человека, а приходит больше, до 40. Так, нет? Не так. Перед началом занятий я могу одновременно позвонить не более, чем 24. То есть, это у нас сейчас 42 человека по списку. Это я их добавил. Сначала я позвонил 24, а потом еще по ходу добавляю. А вот сейчас 42, мне от 42 перед занятиями нужно опять до 24 всех почистить. В 24 я звоню, а потом по ходу опять прибавляю. То есть, одновременно 42 я позвонить на следующее занятие не смогу. Программа не дает. Я от 42 отнимаю до 24, и вас удавляю, кого там попадет, всех вычищаю. В 24 звоню, а потом те, кто мне заявки подал, или Наталья, или я, по ходу занятий добавляем. Так, у меня предложение такое тебе. Когда ты будешь звонить, или там тебе там звонят, как ты, в порядок какой, ты говори, что мы приступили к изучению пособия для Евангелия от Марка. Нужно, чтобы все участвовали. Вы будете участвовать или нет? Нет, значит, скажи, в следующий раз обдумайте. Сегодня пока я вас не принимаю. И все, закрой. До следующего занятия. Бери тех, которые активно будут, а не просто сидеть. Вот этот материал, нужно, чтобы все участвовали. Это один такой материал у нас. Тут головная вера не поможет. Я предлагаю в следующий раз начать сначала. Ты неправильно повел. Читаешь, как будто газету какую-то. Вернуться. На каждом стихе останавливаться. Какие предложения есть? Может быть, кто-то другой скажет, я бы повел. Дай ему место. Ну, если возможно. Они не рядом. Тебе нельзя никак дать. Тогда веди сам, ну, расшевели. Готовые люди сидят. А люди-то все... Вот такое мое предложение. Ибо в предисловии к этому материалу так и написано. Я не придумываю. Я еще говорил, ты слышал меня, нет? Я все слышал. Зачем я так же все и делаю? Ну, раз... Какое мне решение принимать? Значит, следующее занятие будут участвовать. Значит, вот... Я предлагаю... Лапкин будет участвовать. Астахов, Ткачев, Пащенко и Симоненко. Остальных принимать не буду. Нет, ты принимай, но только спрашивай. Я сейчас спрашиваю. А что спрашиваю? Будут, а будут молчать. Сейчас, сейчас я закончу. На этом занятие не участвовали, они на следующем не будут участвовать. Я предлагаю тебе начать снова на этот материал. Немного прошли, там полчаса. Потому что ты пошел так, как будто газету считают. Здесь даже все участвуют. Предисловие об этом говорит. Я предисловие это прочитал, но если они не участвуют, то что дальше делать, мне как ведущему? Значит, это скручать буду, раз не участвуют. Брат, подожди, я вот Игнатьич еще задал вопрос. А если люди новенькие, у них ни знания, ни опыта нет? Новенькие пусть себя слушают. Вы об этом скажите, а то они поймут, что им... У нас люди-то не новенькие. Вы же не пояснили, а люди могут понять, что они здесь не нужны, значит. Не надо вкладывать. А что вкладывать? Надо пояснить сразу, конкретно. Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Я пояснил их, чтобы люди поняли до конца уже. Так. Вот такая параправка. Так понятно, что люди знакомы, как они будут участвовать. Но вы сейчас сказали, у каждого спросить, будет участвовать, то или не будет. Он скажет, я ничего не знаю, я новенький, участвовать не буду, что мне его исключать? Нет, конечно. Поэтому ваши слова... Не будут участвовать, предупредили, скажи, готовься к следующему занятию. Значит, в час я сейчас скину вот эти вот материалы, в час вот в этот вот. Дома все прочитайте. И за... Когда... Следующее занятие... Сегодня пятница, значит, в среду, в среде давайте... Ой, в воскресенье... В воскресенье, в воскресенье. В воскресенье. В воскресенье все прочитайте. Игорь, и задавайте вопросы поактивнее, пожалуйста. Сергей, еще предложение. Вы же знаете, кто давно здесь участвует. Рахиль та же самая. Она вот шесть лидер качества назвала, а по Евангелию ничего не комментирует. Вы ее вызывайте, тех, кто... Вы знаете, что давно здесь с нами. И пусть они отвечают прямо поименно, чтобы они не спали.